всех приветствую мои дорогие друзья мы снова играем фарска я знаю что вы его очень любите также как и собнатику хотя возможно не так сильно как собнатику но тем не менее это тоже игрушка с подводным миром которая нам всем очень сильно нравится давайте продолжать дальше пока у меня полностью не упал кислород я предлагаю забрать эту вот деталь которая здесь есть я прекрасно помню о том что вы говорили что в конце финале игры у нас на выбор есть два варианта исхода событий либо покинуть это все дело либо остаться здесь и продолжать в общем-то исследовать вот эти вот подводные глубинные миры я предлагаю сейчас пособирать детальки которые у нас тут есть нам конечно было бы неплохо чего-то тут под собрать что это кстати такое на карте я не очень понимаю какая-то деталь лежит да это похоже на какой-то мост что ли мы можем сюда заплыть чисто теоретически как будто бы да могу ли я сюда упасть нет нет у меня не получается этого сделать но деталька точно есть возможно это фрагмент какой-нибудь там базы на было бы неплохо знаете как собнатики тоже выпиливать эти двери но мы к сожалению этого сделать не можем или можем потому что я честно говоря не понимаю что делают эти штуки здесь на морском мне возможно это просто декорации возможно это несет какую-то смысловую нагрузку но я сделать не ничего не могу так есть также сундучки наверное это обозначает что где-то где разбилась эта штуковина остались какие-то сундуки и мы сейчас конечно же будем открывать так я вижу по карте что сундучок у нас лежит где-то здесь смотрим есть у нас еще один экстрактор в кусочки стекла пластинки отлично что еще мы можем найти я могу пойти дальше вот сюда шиньки главное не нарваться на какого-нибудь монстра который даст нам просраться хорошенько так это еще одна деталь да мы и пожалуй тоже заберем отлично так там плавает этот монстр с фонариком который завлекает всех к себе и два сундука я тоже предлагаю их немножечко осмотреть возможно там тоже будут какие-нибудь ништячки надо было сразу это сделать но я почему-то отплыл от них давай 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 так смотрите картошка которую мы можем посадить стекла естественно и копер да медь вы говорите это но окей я буду иметь ввиду а я не могу ее взять получается что-то я могу смотрите у нас есть два кристалла возможно если мы сейчас поплывем на базу мы сможем при помощи них что-то сделать нужно вот этот приготовленный кусочек рыбки наверное съесть и тогда у нас все будет хорошо плывем есть еще один сундук я хочу его тоже залутать вот вот он водорослях кстати ничегошеньки не видно но здесь по моему только одно стекло есть хорошо заберем так еще одна деталь она в пределах видимости конечно же тоже заберем смотрите 7 из 9 это уже что-то но нам нужно плыть обратно к нашей базе возможно мы поплывем через сюда я думаю что где-то здесь можно тоже поставить экстрактор пусть он у нас копает чего-то но есть проблема я не помню какая из этих двух бас может быть сюда приплыть я не помню какая из этих двух бас затоплена а какая целая потому что было это давно я знаю что вот здесь у нас кружатся кракены которые захотят нас сожрать поэтому давайте на на плыть к этой точке к этой меди поставим экстрактор где-то там я надеюсь что мы успеем потому что кислорода у нас уже очень мало придется знаете так немножко обходить потом все это делаю вот прям вот здесь наверное поставим это не это не копер это не медь это золото это именно то золото которое мы тоже можем добыть а экстрактор мы пожалуй поставим куда-нибудь вот сюда я надеюсь я все правильно сделал да смотрите сто процентов будет добываться но золото то у нас как раз там где ящер ползает это вообще не найс ящер очень жуткая тема давай добывайся 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 нам необходимо золото все сваливаем сваливаются друзья здесь какой-то рыба которая захочет побязательно на а еще одна так значит теперь поплывем наверное на нашу базу которая была первостепенной очень долго конечно туда разбираться придется давай батареечка давай заряжайся до ста процентов пожалуйста нам же нужно совсем немножко просто преодолеть вот этот вот обрыв давайте будем пока помогать себе вот этой штукой прыжками так называемыми давай 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 греби еще опа пулечки еще наверное да можно хорошо и еще вот и допрыгиваем давай давай вытягивай хорошо друзья у нас вытянул теперь нам нужно просто валить дальше главное чтоб акулка никакая нас тут не взяла за задницу потому что потому что будет очень грустно я надеюсь я плыву в правильно да я плыву в правильном направлении сейчас посмотрим что там наши экстракторы кстати накопали начинают копать уже горную породу которая не очень-то нам и нужна отлично и тут уже акулка даже плавает видите так хорошо что мы можем сделать мы можем запихать сюда еду которая у нас естественно имеется вот это мы пожалуй съедим вот эту вот штуку засунем барракуда мясо барракуды окей запихнем ставим сюда морковка морковку типа можно приготовить видимо да морковка готовится а вот картоху надо наверное посадить друзья потому что картошка это очень нужная тема а нам для картошки необходимо еще вот эти вот как они там называются ну короче грядки грядки нам очень нужны но для начала я возьму сначала вот эту штучку мы сейчас увеличим обязательно все плохо видите что стекла убираются они отодвигаются но я думаю это особо никак не повлияет ни на что и вот сюда что нужно для грядок так смотрите мы можем уже делать навороченную броню у нас уже открыто есть кристаллы не кристаллы я помню вы писали в комментариях но забываю как это называется значит мы можем сделать шлем можем сделать соответственно и не шлем тоже но так дома минус 10 процентов здесь 50 процентов получается что шлем будет при помощи шлема мы будем опускаться на большую глубину наверное имеет смысл сделать или сделать пока броню на большую глубину наверное мы пока не собираемся потому что вот те оставшиеся два компонента от субмарины скорее всего находится на этой глубине которая находится 350 метров поэтому сделаем наверное вот эту штуку порядок а вот это что ну наверное выкинуть можно на удалить типа ну других вариантов я просто не вижу грядки меня интересуют грядки я честно говоря не помню где они делаются все вижу так ящики стол грядки у нас создаются из песка из водорослей и из железа видимо да посмотрим что у нас тут есть водоросли имеются песок имеется и железо у нас по моему есть где-то давайте сложим сюда блин смотрите сколько у нас всего просто дохренище засунем тогда стекло пока сюда она нам не требуется засунем сюда также наверное пока ничего засовывать не будем идемте возьмем сейчас гарпун и пойдем проверять наши экстракторы так здесь только горная порода здесь вот немножко что-то имеется хорошо ибо конечно по уму переставить вот здесь хорошо кстати у нас получается и вот дальше на дальних тоже должно быть хотя они были поставлены и самые первые тут видите всего два вот тут может быть семь короче он у нас добывают только горную породу это очень плохо возможно при помощи этой штуки я не понял как их убирать молоток то я взял и по моему вы тоже писали кстати как их убирать а я вот не запомнил друзья напишите еще раз как убирать экстракторы возможно ли их использовать повторно либо они одноразовые must buy чё быть enter какой-нибудь нет не работает к сожалению морковь значит семена моркови мы сейчас соберем и естественно картофан картофан у нас будет расти мы обязательно будем его тоже высаживать но сейчас нам требуется сделать грядки которая а это не песок это что-то другое ребят значит водоросли есть а что это за хрень вот этого там вот посрединке вот плохо что нельзя навести и плохо что не пишется ведь я такого еще не собирал очень странно давайте хотя бы сундук замутим я не знаю большой сундук тоже как бы в теме будет мне кажется поставим его наверх где-нибудь пожалуй вот здесь пусть стоит и сюда мы можем сложить бандажи нам не нужны экстракторы скорее всего мы повезем с собой куски мяса 26 процентов что-то поменьше минус 40 у нас там морковь готовится давайте соберем эту морковь для начала и будем сейчас высаживать семена так здесь семки есть все семки есть картошка картошка пусть пока лежит я надеюсь что она не пропадает potato и ёпте и морковку сюда тоже скинем нет подождите морковка это еда осадим и как раз таки семена вот они или пусть наверное будут мы же возможно поплывем какой-нибудь другой базе а там уже будут все наши вкусняшки высаживаться вот отлично нужно как-то скинуть половину мне кажется здесь все хорошо здесь можно сделать лестницу освещением давайте попробуем сделать освещение несколько штук мне кажется это очень полезная тема вместо семян под так стоять семена обратно вернулись а чё это за херь ведь все забрал понял хорошо давайте ставить теперь наши светильнички по идее все должно работать вопрос только в том насколько сильно не будут освещать о да это шикарнейший фонарь просто это шикарный фонарь ну давайте по сторонам их ставить может быть хоть как-то это нам и поможет потом ориентироваться по базам хотя карта достаточно удобно и по ней хорошо ориентироваться последний поставим где-нибудь здесь так я возьму наш гарпунец вдруг чё пока нас сожрать никто не хочет карта а вот смотрите тот материал который нам нужен давайте поплывем к нему и поставим там экстрактор у нас же есть экстрактор и сейчас будем делать клумбы с картошками конечно же экстракторы у нас есть поставим сюда сейчас разворачиваемся в эту сторону и самый ближайший у нас вот да погнали сейчас будем разбираться чё это за чудо материал такое вот сюда немножечко и за вот эти камни ну тут уже в припрыжку видимо придется чуть-чуть проползти хорош так вот это черное пятнышко видимо это есть то давайте хоть проверим чё это за хрень то такая я не знаю что это пишите с английским вообще все очень плохо но я поставлю и мы будем добывать эту шнягу тоже так дирт знаю может быть грязь какая-то или глина сейчас добудем для нашей картошечки пусть экстрактор конечно тоже добывает я вот сюда вот стану вдруг она как-то влияет на добычу ресурсов сколько же нам их нужно я не помню кажется три штуки да там писалось давайте двадцать одну штуку добудем сейчас посмотрим насколько нам хватит все пусть пока экстрактор добывает а мы с вами возвращаемся благополучно к нашей базе кстати по моему уже темнеет и на меня кто-то господи испугался какую-то глупую рыбёху давай выгребай опа пулечки вот это я помню вот сейчас они начнут меня кстати атаковать поэтому нам нужно уходить на открытое место твою мать я вас вижу я вижу вас говнюки хорош так но одного всего дрон твою мать давай помогай ними сейчас сожрут здесь хорош хорош не то чтобы очень хорошо получилось очень много мяса это круто но какая-то рыба ушла у нас туда так спакуха а я не могу их подбирать да я надеюсь это все потому что если не все то нам будет не сдобровать придется наверное что-то выкинуть или что-то убрать мы же можем позвать дрона дрончик к ноге да смотрите мы пластины можем поставить сюда да как бы и все в общем то давайте собирать мясо а чё она пропала или я все забрал не нормально три штуки есть так переключаемся на наш глейдер валим к базе хотя кислорода еще больше чем предостаточно я не могу глейдером кстати рыбёх давить было бы по моему очень полезная функция плывешь такой через косяк рыб и давишь их а с них падает мясо ты такой не паришься тупо ложишь их все себя в рюкзачок интересно те рыбы меня заметили или нет куда я плыву обследую территорию ёпте вот по прямой нам надо давай у нас сто процентов заряда думаю у нас дотянет очень хорошо что показывается месторождение этих самых материалов там ископаемых так вот сюда нам теперь о привет мой свет вы наверное сейчас будете на меня нападать да по одному только ёпте а бабулечки ах твою мать да что ж такое то последний остался спакуха где где с какой я потерял его твою мать блин друзья там еще рыбы надо отсюда валить ну конечно же собирать все и валить а она гонится да походу гонится или просто плывет блин тут еще и акула этот ужасный морской мир что же мы будем делать хорошо насобирали мы глины давайте закинем сейчас уголь у нас есть и три кусочка пусть у нас жарятся жарятся кстати для того чтобы поднять наши жизни нам необходимо пожрать наверное морковки вот готовая морковка в ее в принципе не жалко хотя нам и необходимо в общем то даже было поесть давайте смотреть да посмотрите доступны грядки так как-то не очень да получается хорошо где наш сундучок золото и что мы можем выставить а вот семена наверно пока и выставим теперь 6 ящиков вернее 6 грядочек поднимаемся и будем сейчас их расставлять да вполне себе ничего так у нас будет очень много жраль не хочу вам сказать кто там рыгает епта за базой я не очень понимаю картофан заберем но мне кажется что мы его не или хотя но это же клубни правильно мы можем посадить картошку мне кажется сейчас будем разбираться значит вот он картофан мы его запихиваем сюда в крайнюю грядочку зачем я его съел криворука скотина хорошо давайте обойдемся морковкой тогда точно надо же было е нажать я по зоопарке по привычке почему-то после лонгдарка решил левую кнопку мыши нажать а он же жрет ее точно точно ну ладненько я думаю это не такая уж и большая проблема в принципе еще чего-нибудь найдем ну что идемте наверно просто поохотимся тогда золото будем оставлять здесь стекло тоже оставим что мы еще можем горная порода которая нафиг не нужна вот эти энергетические штучки наверно энергетические шары видимо на какие-то копер медь оставляем я уже знаю как что это такое спасибо вам большое этот гербарий тоже оставляем у нас есть очень много места в принципе для того чтобы а вот это нам зачем кстати даже есть второй ящик правильно давайте посмотрим да он свободен я не знаю наверное горную породу можно выкидывать по моему она несет абсолютно никакой смысловой нагрузки для чего нам нужны кристаллы давайте разберемся я помню про гарпун и кристаллов на мне по и кристаллов этого магнетит или господи какое сложное слово мангонезия нам ее требуется аж целых 25 штук в принципе я предлагаю пойти подобывать ее но проблема в том что она не высвечивается на картах но мне кажется я помню где она была золото всего одно гарпун мы с вами поставим но видимо этот гарпун который стационарный придется еще закинуть туда побольше стрел я не уверен что это как-то нам поможет против тех же по моему вот сюда нам куда-то нужно давайте по прямой я думаю что против кракенов эта штука бесполезно хотя знаете мне кажется все методы хороши я надеюсь они за мной не плывут я хоть правильно плыву ну давайте хоть всю дачу находил я где-то синие такие штуки вот эти мангонези или как она там называется где-то вот по моему даже здесь я уже не помню это было в первой серии сейчас мы будем с вами как-то разбираться очень темно кстати наверное ночью здесь лучше бы не бегать но у нас других вариантов к сожалению нет так хотел навертил насадить не а рыбы никак не реагируют на глейдер к сожалению может быть вот сюда пойти мне кажется что где-то здесь были синие о смотрите твою мать назад вернись давай давай подпрыгивать хорошо или я их перепутал с медью может быть еще ниже блин а там очень глубоко давайте пробовать по моему синева была где-то здесь о может быть стоит его завалить давайте наверно попробуем мы так себя немножко обезопасен так он у нас будет лететь оттуда там еще и ящер этот так наш дрон ушуршал неизвестном направлении и я слышу как он кого-то бьет хорошо ли это тихо 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 это я тебе вовремя увидел кстати ну давай я тебя ожидаю с ученыш а как понравилось закусь ёпте оп хорошо одному убили кусочек вкусняшечка и второго убили они воистину ужасные друзья они очень страшные но мы их победили меня интересует материал на карте дело в том что он не отображается это очень грустно может быть он еще ниже есть что если пойти а что мы кстати прокачали шлем мы не прокачивали а мы находимся уже на минус двести тридцать глубина насколько он нам позволяет опускаться минус триста пятьдесят вы серьезно ну давайте попробуем я не очень уверен что это нам как-то поможет но вот вот друзья нашли мы эту по моему штуку сейчас мы поставим экстрактор здесь а ну-ка давайте посмотрим да все верно это оно это оно и есть и давайте наверное добудем немножко вручную где-нибудь здесь краешку станем блин здесь так красиво ну учитывая графику игры конечно же и добавить немножечко своей фантазии можно было представить что здесь просто шикарно я не знаю сколько штук пятьдесят наверное их нужно завалить пока экстрактор будет добывать все это дело но 50 это долго да там по моему то ли двадцать пять то ли двадцать семь надо это не знаю на на больше шестидесяти мы поставим сейчас один гарпун хотя бы один или два давайте на 2 наверно шкребем штука полезная и дело в том что я очень сильно хочу поставить поставить и посмотреть что из этого получится 46 пока недостаточно кислорода еще хватает мы находимся на глубине 298 метров практически 300 70 вот 70 точно хватит на 2 гарпуна расставим возле баз и когда будем тырить потом кристаллы у этих кракенов то я надеюсь что эта штука себя окупит и отработает потому что за этим говном пришлось лезть аж хер пойми куда так 72 хорошо ну вот эту восьмерочку еще заберем наверное пусть будет чисто на всякий случай так значит что мы имеем как тут вообще дела репо так я вас вижу а есть ли там кристаллы ну кристаллов с этой стороны во всяком случае я не вижу возможно имеет смысл подниматься наверх и уходить отсюда прочь пока все отлично но нам предстоит преодолеть еще одну ступень кстати как насчет то а смотрите золотишко лежит давайте его заберем далеко а вот обычно возле этого золотишко кстати ошивается вот это вот ящерообразная хрень с плавниками я не знаю как они называются по мясу потом посмотрим возможно что-нибудь и пойму так теперь нам тупо нужно прямо держим курс на верх на гору на нашу базу оба пулечки так 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 твою мать хорошо будем идти просто прямо давай батарейка отрабатывай я что зря тебя вообще сюда сделал или что но это хорошо что не нужно перезаряжать эти батареи потому что было бы все намного хуже нет 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 ну 12 процентов давай давай вытягивай меня вытягивать твою мать ах хорошо первый подъем есть осталось совсем немножко тут то уже проще типа как бы вот здесь папа папа прыгали попрыгали попрыгали хорошо залезли даже да смотрите остается совсем немножко и кислорода у нас остается немножко но я думаю что мы преодолеем это все дело давай 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 следующий следующий тропинка прикольно кстати сделаны вот эти тропинки которые здесь возле скал вот реально если это было не вода да и в воде в принципе это классно смотрится хорошо мы выбрались и держим путь на нашу базу сейчас поставим эту колотушку этот гарпун посмотрим как она будет отрабатывать а кстати нам бы пожрать было бы неплохо между прочим так мне вообще вот туда вот надо да я слышу рыбу сзади даже не думай тварь мой водоем моя рыба ты здесь не хозяин фух давайте наверное поедим немножко так приготовленное акулье мясо это очень нужная тема а теперь у нас есть морковка парочку одного достаточно будет что мы нашли еще баракуда и англер фиш я не знаю что такое англер ну я думаю меня это особо и не парит в общем то давайте готовить нашу тему так для нее ты вы серьезно мне нужно медь где-то что-то было по моему да и было много кстати я это прекрасно помню и золото даже есть шесть штучек а нам там надо по моему по две на каждую значит делаем тебя и делаем тебя сейчас для нач можно три сделать да не вопрос вообще сейчас сделаем три штуки и засунем их в большой ящик как там наши кстати буряки все растет друзья все замечательно где там наши семочки семки 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 вот сюда засунем и высаживаем конечно же все это дело высаживаем друзья и вот сюда тоже засаживаем пусть растет значит гарпунчики я поставлю пока сюда насколько я понимаю это стационарная пушка которая будет валить по всякой живности которая в свою очередь будет хотеть меня сожрать ставим вместо семян куда бы ее вообще наверное ее повыше бы надо а можем ли мы ее поставить на верхнюю часть базы вот сюда вот я думаю должно быть неплохо она здесь не ставится ставится только внизу ну хорошо поставим внизу но нужно ее ставить где-то на возвышение вот наверное где-то здесь так воу 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 потишь братиш отличный способ кстати проверить эту пушку но я что то не очень понял а как бы он как бы заряжен давайте может сагрим какую-нибудь рыбу на себя и посмотрим может быть тогда он будет отрабатывать где там акула плавала акула и у у дрон правда вступится так я тебя вижу хорош валим валим отсюда вот смотрите развернулась твою мать ты что в меня стрельнул смотрите как она работает друзья ай блять хе-хе-хе ну то есть толк от нее все таки есть смотрите работает она работает пушка тупо валит и у нее бесконечный заряд стрел это охренительно и вот у нас заветный кусочек мяса уля-ля в идеале было бы неплохо наставить таких гарпунов как можно больше но для этого нам требуется поставить снова экстрактор на добывать железо айрон железо сейчас посмотрим что для этого нужно просто нужно вспомнить так блин смотрите друзья один золото вот это вообще что-то новенькое я такого еще не встречал к сожалению но вот эти экстракторы вполне наверное они больше добывают мне кажется я не знаю что такое overpowered overpowered или что-то в этом роде в общем друзья вот такая вот была серия поставили мы гарпун оказывается очень крутая штука она может ну хоть как-нибудь защищать в тендеме вместе с дроном она очень крутая а если их поставить еще три по сути они бесконечны их не атакуют в три ствола если валить это будет просто убойнейшая сила и плюс дрон плюс я это все будет очень вот давайте прям да вот еще раз проверим смотрите валит валит но не всегда попадает к сожалению сейчас я спрячусь за гарпуном и посмотрю как это будет стреляет видите но она должна находиться очень близко потому что гарпун очень часто мажет все ну давайте хоть свой заслуженный кусочек мяса заберем отлично вот такая вот была серия друзья я надеюсь вам понравилось если это так ставьте большие пальцы вверх подписывайтесь на канал не забывайте про группу вконтакте с вами был Юрий Коц а пока мои хорошие всем до новых встреч до новых видео и пока скоро увидимся